Несколько недель назад вышел список фрешманов XXL 2020. Довольно приятно было видеть там большинство артистов, но в то же время было неожиданно не увидеть некоторых стремительно набирающихся и час оборота артистов. И это именно тот момент, который мне захотелось обсудить гораздо больше, чем фрешманов 2020. Сегодня я хочу обсудить с вами артистов, которые, по моему мнению, попадут или даже просто обязаны попасть в список XXL на следующий год, то есть в год 2021. Так что давайте приступим. В списки фрешманов XXL попадают, или по крайней мере должны попадать артисты, которые, так сказать, несут на своих плечах рэп-индустрию этого года. Так я думал раньше. Теперь мне кажется очевиден тот факт, что в XXL также попадают артисты, которые несли на себя рэп-индустрию предыдущего года. То есть музыканты, которые уже далеко не фрешманы. Взять тех же Polo G, Lil TJ или NLE Chapa, которые просто взорвали 2019. Именно этот момент помог мне осознать, что некоторые артисты, которые уже взрывают, или только начинают взрывать в этом году, должны попасть в список X-XL 2021. Я активно продолжаю следить за индустрией и вижу на радаре довольно талантливых исполнителей, о которых мы сегодня поговорим. Думаю, многих из вас тоже посетила мысль, а почему тут нету того или иного артиста, когда вы увидели список фрешманов в этом году. Обязательно дайте знать, кто пришел вам на ум в комментариях под этим видео. В списки попали 11 исполнителей, но я все равно сделаю список из 10 позиций, потому что, как мне кажется, двое из 11 претендуют на одно место в равной мере. Я расположу предполагаемых участников по возрастанию шанса попадания в список фрешманов 2021 года. Подмечу, что весь предполагаемый список является лично моим мнением, и если, по вашему мнению, в топе должны быть другие артисты, тем лучше, значит, у нас есть отличная тема для обсуждения. Ну, а теперь погнали к списку. Шеф Джи и Слипи Халлоу. Некоторые треки этих парней заставят тебя думать, что Нью-Йорк — это место боевых действий, серьезно. Оба парня вжаривают не по-детски и вносят в игру отличный от всей рэп-игры стиль. Биты, на которые парни зачитывают, чаще всего суперпростые, и состоят чуть ли не из трех-четырех инструментов, например, сэмпл, снейр, кик и реже хай-хеты. Тем не менее, обоим артистам удается задать определенный настрой слушателю и передать часть своей энергии. Шеф Джи и Слипи Халлоу делают музыку не для танцев, не для чила и точно не для радио. Это наиболее сбалансированный союз UK и US Drilla, как мне кажется. Именно поэтому я поставил их на десятое место. Всем, кто не слышал, советую послушать. Думаю, что для вас такого рода рэп будет чем-то новым. Стана Фу Вегас Признаться, из всех соло-треков этого парня я слышал, наверное, парочку. Однако это не меняет того факта, что он дает Гарри на каждом из своих куплетов. Не важно, фит это или сольный трек. Когда список XSL 2020 появился в сети, многие негодовали, почему станы в нем не было. Стиль у парня схож со старым стилем DaBaby. Жесткий рэп на жесткие ударные и повторяющаяся простая мелодия. Да это и неудивительно, ведь фитов с DaBaby у него просто куча. Дон Толивер Все, кто залипал в ТикТоке, наверняка слышали голос этого парня кучу раз. Хотя я не уверен за ТикТок в России. Про его творчество можно смело сказать, что оно просто другое. Его голос просто шикарно вливается в биты. Наиближайшего к нему артиста, которого я могу назвать, это Трэвис Скотт. Он ведь и нашел Дона Толивера и помог распространить его музыку в массы. Поставил я его на восьмое место только потому, что этому парню для его полной атмосферы нужен монолитный бит, что он навряд ли получит на выступлении XXL. Парень делает настолько отличную ото всех музыку, что его будет сложно поставить в одну группу с кем-либо еще. Хотя Трэвис же как-то выступал на XXL, поэтому и у Дона Толивера, я думаю, есть шанс. No Cap Лучшее, как можно описать No Cap, это, наверное, мелодичный лиричный исполнитель. Парень использует много автотюна на своих вокалах и не забывает заложить в свои слова смысл. Такому исполнителю как раз-таки всегда есть место на XXL-тусовке. Однако на седьмое место я его поставил, потому что парень почему-то всегда словно за кадром, но с голосом. Надеюсь, понятно выражаюсь. То есть его не видно в рекомендациях, его особо не обсуждают в популярных блогах о рэпе. И он держится на плаву чисто за счет своего таланта и постоянных релизов. Но это я говорю как наблюдатель со стороны. Он, как Куанда Ронда, нашел свою фан-базу, нашел свою нишу и плотно с ними сросся. Хотя другие исполнители с похожим стилем, которых я тоже упомяну в этом списке, при почти той же стратегии сумели навести больше шуму вокруг своего имени. Кинг Вон Я поставил Вона на шестое, а не на первое место, только потому что при всем его таланте он слишком гангстер, чтобы быть на XXL. На самом деле, чувак четверть своей жизни провел в тюрьме за немалые преступления. Почему-то его очень трудно представить на общей фото XXL, но очень хочется, поэтому он на шестом месте. Парень довольно неплохой лирик. Его имя всегда ассоциируется с Лил Дерком, потому что они реально словно братья. Одна идея, один район, те же таланты. Большинство треков Вона — это история преступлений, со своеобразным стилем и подачей. Он может зачитать, может спеть, и что точно всегда может рассказать увлекательную историю, которую он либо выдумал, пока был в тюрьме, либо реальную, из жизни. Вообще, я думаю, что на момент, когда соберут XXL 2021, он будет слишком популярен для них. Потому что парень реально собирает просмотры. Вот прямо сегодня, на момент записи этого видео, он дропнул трек под названием How We Go, и за 5 часов собрал полмиллиона просмотров. Nocap для сравнения собрал 250 тысяч за сутки. И вон в индустрии это всего пару лет. На данный момент он в топ-10 исполнителях в моем плейлисте. Если вы его не слышали, то очень даже советую. 42 Doug Многие скажут, что Doug попал на радар только благодаря Lil Baby. И, возможно, будут правы отчасти. Но это не значит, что без Lil Baby парень не делает достойную музыку. Лично я, как думаю, другие 50% слушателей Дага, начали слушать его треки после их совместного We Paid с Lil Baby. В основном парень делает старый добрый West Coast стиль. На пятом месте он потому, что он подписан на Lil Baby, и Lil Baby его усердно протаскивает вверх. Плюсом ко всему, у Дага есть треки, которые звучат как радиохиты, что прямо-таки отлично подходит для XXL. DDG Парень официально заявил, что ушел с ютуба, и решил серьезно заняться музыкой, что не может не радовать. Каждый трек DDG это хит, не слышал у него плохой музыки. Поставил я его на четвертое место, потому что за последний год этот парень слишком сильно трансформировался из просто ютубера, который делает реакции, в восходящую суперзвезду. У DDG просто огромный потенциал, и его, как никого другого, реально хочется увидеть на XXL. Его треки, стиль и в целом то, как этот парень вертится в индустрии, во многом мне напоминает всеми любимого нами Дрейка. Мне всегда интересно наблюдать за развитием этого артиста, потому что, как мне кажется, он перерастает даже тех, с кем вырвался с ютуба. Думаю, что из всех ютуберов, что коснулись рэп-индустрии, у него самые большие шансы добиться в ней высот. Следующих трех артистов реально было трудно расставить по позициям, ибо мне вообще было непонятно, почему они не попали на XXL 2020. Однако, я все-таки собрался с мыслями, и сейчас постараюсь вам объяснить, почему я поставил их в этом порядке. The Kid L'Arroy Этот австралиец прошел огромный путь со времен своего трека Blessings, который я услышал еще год назад в видео австралийского блогера Томми Крейза. Если вам нравится творчество Juice WRLD, то вам определенно зайдет творчество и Кид Лароя. Почему же я поставил его так высоко в этом топе? Потому что его музыку просто обожает ТикТок. Его стратегия, насколько это видно, изначально была бомбардировать ТикТок, потому что он даже сделал трек об одной из самых популярных на этой платформе ТикТокерш, Эдисон Рэй. И это сработало. Плюсом ко всему, парень довольно молод, и прямо-таки сливается со всей тусовкой ТикТока. Видимо, поэтому его там так любят. Так что я думаю, при своем стиле и спросе, этому парню самое место в списке XXL 2021. Туси. Говоря об этом, парни, я начну с примера. Я уверен, что все мы с вами слышали о NBA Young Boy, который просто лично у меня вызывает огромнейший респект. Young Boy должен быть примером для подражания для многих начинающих, и не только артистов, серьезно. Чувак анонсировал альбом, выложил с него только 4 трека, и уже был в топ-1 на Apple Music. Просто представьте, даже не до конца вышедший альбом, который только на предзаказе, побил уже вышедшие и пропиаренные альбомы. Все это благодаря регулярным качественным релизам, которые Young Boy делал чуть ли не через день на протяжении очень долгого времени. Так вот, примерно такой же тактикой занялся и Туси. Пока его релизы не через день, но его музыка выходит все чаще и чаще. И, судя по его словам, он сам имеет желание попасть на XXL, к чему добавил, что готов только усерднее работать до следующего драфта. Музыка этого парня — это эдакая смесь гангстерской романтики, которая просто не может не нравиться. Он был первым артистом, о котором я подумал, когда увидел список XXL 2020. Лил Тека Второй артист, о котором я подумал, был Лил Тека. Я вообще не понял, каким образом его забыли на XXL 2020. Тут, я думаю, о нем даже и рассказывать много не нужно, и без того о нем и так многие уже в курсе. Его любят везде — в клубах, на радио, в тиктоке, на вечеринках. У парня много хитов, музыка легкая, которая нравится почти всем. Поэтому очень непонятно, как так оказалось, что он не в списке XXL этого года. Плюсом, он был на радаре уже достаточно долгое время. Но раз уж он не попал в список фрешманов этого года, то, думаю, ему просто обязаны зарезервировать место в следующем году. Поэтому будем ждать. Такой вот список артистов, у которых, по моему мнению, есть большие шансы оказаться в списке фрешманов 2021. Что думаете по этому поводу? Упустил ли я кого-либо по вашему мнению? Обязательно делитесь своими мыслями на этот счет в комментариях. Будем обсуждать. Ну а для вас старался Иса Слайм. Залетайте в нашу группу ВК и на Иссеграм. Увидимся в следующем видео. Че-че. Че-че.